Коллеги, я хочу представить партнеров Центра карьеры, компанию Unilever. Сегодня к нам пришел руководитель отдела развития бренда Ольга Ватилева, старший бренд-менеджер Александр Шибанов и менеджер-стажер Валерия Вяткина. Задавайте вопросы по ходу вебинара, и в конце тоже у вас будет время задать необходимые вопросы. Я думаю, что мы тогда начинаем. Да, Марьян, спасибо. Спасибо. Всем привет. Мы договорились о том, что у нас есть час, давайте тоже на это ориентироваться. У нас есть три спикера, мы 15 минут каждый расскажет какую-то информацию со своей стороны. Я начну. Меня зовут Оля Васильева, я руковожу отделом по развитию бренда-работодателя. То есть всем взаимодействия с вузами, которые устраивает компания Unilever, завязаны на мне. И поэтому все вот такие похожие ивенты провожу. Как раз я приглашаю вам коллег. О чем мы хотели сегодня поговорить? Мы хотели бы сегодня не устраивать такую рекламную акцию компании Unilever и рассказывать вообще о всех гигантских возможностях карьерных, которые у нас существуют, а хотели бы просто поделиться нашим опытом. Потому что как раз у нас сегодня присутствуют на звонке Саша и Лера. Это ребята, которые закончили вышку с разницей, по-моему, около пяти лет. То есть Саша уже прошел какой-то более длительный путь. Лера только начала свой карьерный путь в нашей компании. Мы хотели бы вам поделиться своим опытом, что же помогало ребятам строить их карьеру в компании, какие выборы они делали в своей жизни и что им помогало или мешало на том или ином этапе их карьеры. Я для начала расскажу о том, какие программы у нас существуют и, в принципе, какие разные точки входа в компанию существуют у студентов в целом и студентов Высшей школы Калининки в частности. У нас существует две стажировки. Одна стажировка трехмесячная, зимняя, летняя стажировка Юли. Зимняя начинается, как раз сейчас у нас идет отбор на эту стажировку. И вы еще сможете подать заявку на один из отделов, которым мы набираем. Стажировка называется Юли, это Unilever Intership Program. Она стартует в феврале, то есть до конца января мы будем принимать заявки. Заявки мы принимаем по всем направлениям, по всем департаментам, которые существуют в Unilever. Это маркетинг, это HR, это продажи, это логистика, это медиа, это IT. Вот. Попасть на стажировку очень просто. Нужно зайти на нашу группу ВКонтакте и написать сообщение боту стажировка. И бот вас проведет по всей системе и расскажет вам о том, какие документы вам нужны, или пришлет вам необходимые ссылки на тестирование. Вот. А вторая стажировка, которая у нас есть, это HR стажировка. Мы набираем туда стажеров круглогодично. И мы, наверное, одна из немногих компаний, которые набирают ребят на стажировку, начиная с первого курса. То есть на HR стажировку вы можете податься через сайт HeadHunter, потому что там мы вывешиваем самые актуальные проекты, на которые мы сейчас ищем стажеров. И лидерская программа для выпускников. То есть набор на нее идет круглогодично, у нас нет никаких определенных волн. То есть весь год мы проводим ассессмент-центры, мы собеседуем ребят и набираем примерно около 15 человек в год. Вот ребята, которые присутствуют сегодня на звонке, они как раз участники этой программы, и Лера, и Саша. Саша выпускник уже программы, а Лера сейчас как раз менеджментерами. Вот. Лидерская программа выпускников, она длится от 2,5 до 3 лет в зависимости от индивидуального плана развития, который вы разрабатываете вместе со своим ментором. Попасть на нее тоже можно в абсолютно все отделы, которые я перечислила. То есть, что это в Unilever. Например, в этом году мы заканчиваем набор на этот год в конце декабря, соответственно, и в январе начинаем новый отбор. Попасть туда могут выпускники бекабриата и магистратуры. Не старше 2016 года выпуска. Если вы сейчас учитесь на четвертом курсе, то уже начиная с марта следующего года вы можете начать подаваться. То есть, вы можете подать заявку и начнется проходить отбор уже где-то типа с марта, с апреля. То есть, мы верим нашим аппликантам и думаем, что они закончат и получат диплом все-таки в июне. И при этом вы можете это сделать уже с оффером на руках. Поэтому я бы рекомендовала, конечно, не ждать. Если вы сейчас, повторюсь, на четвертом курсе сейчас находитесь, то можно уже начиная с марта подаваться. Вот. Я думаю, с моей стороны все. Я думаю, я передам слово моим коллегам. И я буду, конечно, готова ответить на ваши вопросы касательно различных этапов прохождения и попадания на служевку в лидерскую программу, каких-то там трудностей или о том, как проходит весь отбор. Коллеги. Да, Лер, кто начнет, если я могу тебе уступить? Давайте я тоже Лере. Хотела бы уступить. А, нет, да? Да, всем привет. Меня зовут Лера Вяткина. Я менеджмент треней второго года. В компанию я пришла в июле 2019-го. Закончила я бакалавриат в вышке факультета экономических наук образовательной программы экономика. И проходила обучение на исследовательском потоке. Исследователем я не стала, но, в принципе, знания считаю очень полезными. От вышки я ездила по обмену в университет Размус в Роттердаме. И это стало для меня таким переломным моментом, который повлиял на мою карьеру, очевидно. Я там впервые взяла дисциплину маркетинга и инноваций. И, честно говоря, просто влюбилась. Поняла то, что это именно то направление, в котором мне хотелось бы развиваться. И, в принципе, оно очень логично ложилось на весь мой прошлый путь. И было как-то уместно. На четвертом курсе я работала очень активно в рекламном агентстве, была проект-менеджером и лидировала инфлюенсер маркетинговой компании по всем брендам концерна Estee Lauder. Это очень много классных, крутых, премиальных брендов, очень крутые проекты, инфлюенсеры, Инстаграм, Ютуб. В общем, на тот момент это то, что было мне прям очень-очень интересно, то, что меня зажигало. Но в какой-то момент я стала понимать то, что мне хотелось бы не просто делать это руками, то есть быть таким проект-менеджером в прямом смысле, а уметь это, иметь возможность инициировать, анализировать, понимать, как это влияет на бизнес, применять все-таки свой экономический бэкграунд. И я стала смотреть в сторону бренд-менеджмента. Самым логичным заходом для меня оказались лидерские программы. В принципе, я считаю то, что я не ошиблась, потому что за два с половиной, три года у всех по-разному есть возможность стать полноценным, собственно, бренд-менеджером, выйти на позицию и при этом иметь классный, крутой, кросс-функциональный опыт и понимать бизнес не только с позиции маркетинга, но и каких-то смежных функций в зависимости от того, что вы там со своим ментором выберете. Первая моя ротация, а вся программа, она строится именно на разных опытах, на ротациях, мы их так называем. Первая моя ротация по обыкновению проходила функции CD, то есть продажи, и в первом месте я просто смотрела, как работают поля, как работают мерчендайзеры, супервайзеры, что это вообще такое. Это очень важный этап, именно понимать конечную точку, то есть как работают наши специалисты непосредственно в магазинах, в точках продаж. И также уже на первой ротации у меня была возможность реализовать свой проект по мотивации торговых точек, которые работают на дистрибьюторских территориях. Это очень большой проект, очень много было аналитики, тут мне опять-таки пригодился мой экономический бэкграунд и все эти навыки, которые я получала в университете в рамках каких-то там других своих опытов, стажировок. И на самом деле самое радостное то, что этот проект не ушел в столб, как говорится, а уже в следующем году он будет имплементирован просто уже другой командой. И в ноябре прошлого года я вышла на позицию в категорию, точнее вышла на ротацию в категорию бытовой химии, которая представлена в Unilever брендами Доместа, Сиф и Глорикс. И вот я нахожусь в категории по сей день и отвечаю за запуск инноваций по всем трем брендам, Доместа, Сиф и Глорикс. И помимо этого лидирую всякие трейд-активации, это все то, что вы видите в магазинах, какие-то активности, какие-то чековые промо. Это вот много проектов, которые были как бы моими, которые я в течение этого года лидировала. И с самого такого прикольного запускала канистры Доместа с принципиально новой для категории формат. И такое самое отрадное, что в рамках этого проекта у меня даже было возможно запустить свою маленькую, но все-таки линию на фабрике именно под этот формат. И это прям очень здорово. И сделали мы это в рекордные сроки, супербыстро. Также перезапускала средства для труб, которые раньше мы импортировали, стали производить локально, и, соответственно, обновили и внешний вид, и формулу, и стали эффективнее, и безопаснее. Тоже такой очень значимый для меня запуск. Помимо этого занималась разработка e-com-портфолио, и там запускала свои проекты, один из которых стал топ-1 из КЮ, e-com-only из КЮ в компании, реализовывала сейвинговые проекты и всякую поддержку маркетинговой компании, пиар-активации, SMM, digital, все-все-все. Это я к тому, что опыт за этот год действительно получился очень разноплановым, разношорстным, интенсивным. Проектов было много, но и вот прокачка тоже очень такая существенная. Это, наверное, основное. Также хотела бы кратко сказать про HR-активности. Очень крутая эта штука – дружить с командой Employer Brand Up, потому что проекты, которые они реализовывают, это действительно просто отрада, и возможность полностью показать себя, проявить себя. Очень много свободы, и при этом опыт старших коллег. Очень это все круто. Но если поделать, то в этом году я лидировала реализацию UniWorld 2020. Это наше крупнейшее Employer Brand мероприятие для студентов, выпускников, где мы рассказываем, кто мы вообще такие, чем мы живем, какие проекты у нас есть, какие инициативы. Даем кучу полезной информации. И вот мне посчастливилось в этом году это все лидировать. И впервые мы оперировали в непривычном для нас онлайн формате, делали прямое вещание. И вышло очень-очень круто. И, честно говоря, вот за два месяца работы над проектом я прям почувствовала какую-то дополнительную прокачку по всему тому project-менеджерскому опыту, который у меня был. Вот. Так. А я думаю, что чат может ответить на вопросы, или мы это наконец оставим? Давайте наконец оставим. Мы сейчас ответим, да, и будем отвечать, наверное, на вопросы. Я думаю, так будет правильно. Марьяна, верно? Да. Да, супер. Давайте передадим слово Саше. У Саши была ротация даже в отделе Employer Brand. Мне бы очень хотелось бы про это только послушать. Саша, тебе слово. Тебя не слышим. Не слышите? А сейчас? Вот так получится. У меня почему-то какие-то проблемы с включением немножко. Слышим. Для меня программа, поэтому... Да. Видимо, немножко запаздывает у меня. Так. Ну, я вижу, что мне даже подсказывают в чате, что слышно. Спасибо большое, ребят. А я тогда начну. Если что, вы меня останавливаете. Особенно удобно будет, если это будет через чат. Бывает такое, что мы сейчас на пандемии, и все время на каком-нибудь звонке у всех останавливается связь. Мы уже к этому привыкли. Мне кажется, уже спокойно даже к этому относимся, хотя вначале было очень тяжело. Давайте познакомимся. Меня зовут Саша Банов. Я старший бренд-менеджер. Пропадает, да. Я тоже слышу, что пропадает. Саш, не слышно тебя. Продолжение следует... Коллеги, может быть, пока Саша переключается? Лер, может быть, мы ответим на вопросы? Я вот Сашу вообще не слышу. А я вроде вернулся. Вот, супер. Да-да-да. Я вернулся. Теперь слышно лучше? Да, сейчас лучше прям слышно. Там прям кусками было. Супер. У меня почему-то все равно показывает, что плохое соединение. Но давайте попробуем в любом случае. Итак, я начал с того, что... Я не знаю, на какой части вы меня потеряли. Попротив. Не потеряли сразу. Что-что? Ты сказал, давайте познакомимся и ушел. А, давайте познакомимся. Да, я понял. И ушел сразу же. Не очень красиво, не по-джентльменски. Давайте попробуем еще раз. Итак, знакомимся. Меня зовут Саша Шибанов. Я старший бренд-менеджер категории мороженого и возглавляю фудтех направление в компании Unilever. Я непосредственно имею отношение к высшей школе экономики, что прекрасно. Я четыре года отучился на бакалавриате по направлению экономика в Пермской вышке. Я родился в Пермском крае и вот четыре года как раз провел в Пермской вышке. И на самом деле потрясающее время, потрясающие годы. И сразу же после обучения в бакалавриате высшей школы экономики я пришел на программу UFP в компанию Unilever. Я попал, правда, на нее достаточно странно. Если честно, я никогда не планировал, не думал до четвертого курса, что я окажусь в Unilever. Я много решал кейсы, старательно решал кейсы и участвовал в них. Если честно, хотел связать свою работу с консалтингом McKinsey, BCG или же пойти, например, в инвестиционные банки. Вот что-то такое. Мне кажется, это то, о чем многие студенты тогда, по крайней мере, грезили. И в поворотный момент случился со мной, когда в один прекрасный день к нам на почту упало предложение поучаствовать в кейс-чемпионате от компании Unilever, который называется Unilever Future Leaders League. Мы быстро собрали команду. У нас, точнее, была крутая команда, с которой мы собрались и сказали, давайте попробуем. У нас было три парня, и мы решали кейс от бренда DAV. Наверняка вы многие знаете бренда DAV. Очень крутой бренд, один из моих любимых, на самом деле, с тех пор во всей компании Unilever. Вот. И каким-то образом мы первые прошли тур достаточно спокойно. Приехали на полуфинал в Екатеринбург, потому что там был такой зональный полуфинал. Полуфиналы проходят обычно в Москве, Санкт-Петербурге и в одном из городов в регионах. То есть тогда это был Екатеринбург. Насколько я знаю, иногда это проходит в Новосибирске. Немножечко я уже не так слежу за тем, что там происходит. Но мы приехали как раз в Екатеринбург, представили свое решение. И среди двух команд попали в финал. Вот. При этом решать нам нужно был кейс очень интересный. Тогда уже Unilever задумывался о брендах с миссией, о брендах с purpose, да, с целью. Те бренды, которые хотят делать что-то большее, чем просто продавать бутылочки и баночки с полок. Вот. И наша задача тогда была помочь девочкам 11-16 лет повысить их самооценку с помощью какой-то большой активации продукта от бренда DAV. И это было на самом деле космически сложно для трех парней. Просто представьте нам там 20-21, наверное, лет. И мы пытаемся, вот мы не понимаем совершенно эту аудиторию. И на самом деле вот за какой-то короткий промежуток мы погрузились в эту тему, ею искренне прониклись. И с тех пор, если честно, у меня вот до сих пор уже прошло больше пяти лет, и меня вот эта тема все еще беспокоит. Так вот, мы приехали на финал в Москву, провели очень крутой день, мы съездили на фабрику в Тулу, а Unilever организовала просто все фантастически. Для нас это был прямо космос. Вот. Мы-то уже порадовались, что мы из Перми приехали в Москву, как бы это уже было классно. Вот. И в день выступления мы пришли, выступали, выступали плохо, на наш взгляд. Мы забыли весь текст, мы не слышали вопросы, которые нам задают. Это, в общем, был тотальный провал, на наш взгляд. И в итоге мы не рассчитывали, если честно, что мы займем хоть какое-то призовое место. И наше удивление было просто феноменальным. Даже есть где-то видео, мне кажется, в интернете, когда объявляют победителя, а мы в это время сидим в телефонах, потому что нам неинтересно, потому что мы уверены, что мы проиграли. И нас, наше название нашей команды называют. Мы выходим на сцену, нас поздравляют, там какие-то фанфары, фейерверки. В общем, это было очень круто, неожиданно. И вот таким вот образом мы выиграли кисчемпионат Unilever и весной поехали уже на международный уровень, на глобальный финал в Лондон. Потрясающий экспириенс, честно вам скажу, когда мы приехали, познакомились с лидерами компании, с топ-менеджерами, которые отвечают за весь мир, за весь Unilever. Познакомились с ребятами из 30 стран. В общем, это был, правда, потрясающий, потрясающий экспириенс. И после этого нам дали фасттрек на программу UFLP. То есть мы прошли финальный этап, ассессмент-центр, и в итоге получили долгожданный джоп-оффер. Вот как раз Оля чуть-чуть говорила об этом. Вот я где-то в апреле получил джоп-оффер, еще не защитил диплом. И уже так очень уверенно и хорошо себя чувствовал, ждал, наслаждался временем, последним безработным летом, перед тем, как приступить к работе в Unilever. Вот. И я пришел на программу UFLP. Моя первая ротация, как тоже Оля частично сказала, это был имплор-брендинг. То есть мне сказали, что «Саш, ты в прошлом году выиграл UFLP. Давай в этом году ты его сделаешь». И я на самом деле это перевернуло мой мир. Я вообще по-другому себе представлял, как работает вот этот кисчемпионат, что происходит вообще и зачем это все. Вот. И на самом деле это было суперинтересно. Я попал в HR. Я, наверное, один из немногих маркетинг-трейник, который поработал в HR. И на самом деле это было очень прикольно, потому что это в том числе маркетинг. Да, маркетинг. Но за что-то, может быть, не менее важно, чем наши потребители, за тех сотрудников, за тех коллег, с которыми мы будем работать далее. Вот. И, в общем, было круто. И потом следующая ротация была в категории еды, категории фудов. Такие бренды, как Baltimore, Calve, Thor. Да, вот там я проработал полгода. Занимался тоже абсолютно разными проектами. Узнал бизнес от и до. Понял. Вообще для меня был удивительный факт, что Россия ест больше всего майонеза. Мы едим в среднем. Среднестатистический россиянин ест 16 литров майонеза в год. Потрясающе большая цифра. Нигде в мире ничего подобного нет. Мы очень любим майонез. Но это, конечно, не единственный лернинг, который был за эту ротацию. Было много всего и было очень полезно. Затем меня пригласили заниматься проектом Digital 2.0. На тот момент еще Digital не так, не знаю, ярко проник в нашу жизнь. Это был 2016, по-моему, год. Конечно же, уже все были, все те сервисы, которые мы пользуемся сейчас. Но все равно большинство маркетологов отдавали свои деньги в телевизор и наслаждались этим временем, наслаждались своими рейтингами, в ТВ и не очень смотрели на Digital. И вот перед нами стояла интересная задача – трансформировать этот процесс, чтобы компания была готова жить в новой реальности, жить с Digital инструментами, ими пользоваться и понимать, как они должны работать. Это было на самом деле очень непросто. И очень много мы встретили сопротивление внутри организации, потому что все говорили, да ладно, зачем вам, это никогда не стрельнет. Но это было очень полезно. И сейчас мы пожинаем плоды того именно, что мы очень рано начали заниматься вот этим развитием и трансформацией Digital бизнеса вообще в сторону Digital и стали одними из первых. И сейчас с Unilever, мне кажется, на всем рынке признают, что это одна из самых сильных Digital ориентированных команд. На всем рынке, по крайней мере, в России, не знаю, как с другими рынками. Вот, я очень много работал. На самом деле, я подчинялся глобальную команду, несмотря на то, что сидел здесь. И это был, на самом деле, потрясающий еще и мультикультурный опыт, потому что такой проект происходил сразу же во всем мире. Да, и мы были одним из рынков. И, в общем, многому тоже удалось научиться. Вот, и потом у меня был бренд Доместос, категория бытовой химии, да, на котором тоже провел порядка 7-8 месяцев. И, на самом деле, я честно скажу, что первоначально для меня Доместос был самым нелюбимым брендом компании. Я к нему очень так холодно относился, не очень понимал, как бы никакого вдохновения, в общем, Доместос у меня не вызывал. И я честно вам скажу, это один из моих лернингов, да, и таких инсайтов, которыми я могу с удовольствием с вами поделиться, что никогда не думайте, что вы точно знаете, как это будет. Никогда не следуйте каким-то своим стереотипам, потому что я думал, что Доместос, ну, что там, унитазы, ну, что может быть интересного. И, на самом деле, эти 8 месяцев в бытовой химии были одним из самых крутых, интересных и полезных периодов за всю мою карьеру. Я искренне очень люблю брендоместос, и считаю его одним из самых сильных, одним из самых сильных брендов, которые у нас есть, и то, во что мы должны много инвестировать. Вот, и в один прекрасный день мне написал один из директоров, который отвечал за категорию дезодорантов и по уходу за кожей, точнее, нет, не по уходу за кожей, я не знаю, скин-клинзинг он у нас называется, в общем, очищение кожи. Вот, это мыло, гели для душа и так далее. И написал мне, что ей надо со мной встретиться. Мы до этого никогда не общались, я, если честно, думал, что меня увольняют. Если сейчас придут, мне скажут, Саш, мы тобой как-то не очень довольны, поэтому мы хотим тебя, наверное, попросить покинуть нашу компанию. Вот, я пришел, и мне сказали, что освобождается позиция бренд-менеджера, старшего бренд-менеджера бренда Axe, который Axe является одним из самых желанных внутри Unilever брендов, потому что большой бюджет, это очень такие прикольные рекламные компании. Как мне говорит один друг, что это как Red Bull, только в дезодорантах. Вот, и так уж получилось, что через месяц я, мне пришел вот тот же мой директор Настя и сказала, что, Саш, мы хотим, чтобы ты попробовал все-таки, мы хотим тебя попробовать. Вот, и в 23 года я стал старшим бренд-менеджером, у меня уже была своя команда и большой кусок бизнеса, на самом деле, огромный кусок бизнеса, номер один мужской бренд по уходу за собой в России, за который я должен отвечать. Если честно, когда я только пришел, ручки вот так вот тряслись. У меня была команда, где каждый человек был старше меня. Это был невероятный лидерский челлендж, это был невероятный просто челлендж, да, потому что нужно управлять таким бизнесом. Вот, но все прошло хорошо, потрясающе хорошо. Я с удовольствием вспоминаю это время, и бренд Axe, на самом деле, тоже остался в сердце. Вот, и на какое-то время я его покинул, примерно два месяца, потому что я принял участие в свопе талантов с компанией Mail.ru. Это тоже та возможность, которую я, по крайней мере, не слышал нигде на рынке, кроме Unilever. Меня как такого, надеюсь, все-таки перспективного сотрудника компании отправили в компанию Mail.ru, да, нашего партнера, для того, чтобы два месяца я там учился. Узнавал, как на практике работает вот этот диджитал мир, о котором мы так много говорим. Да, и поэтому, ну, в общем, такой очень крутой экспириенс, посмотреть вообще, как работает другая индустрия, какие там плюсы и минусы, потому что сейчас мы тоже очень много грезим, и у меня-то спрашивают, когда там студенты про карьеру говорят, а как попасть в Яндекс, а как попасть в Mail.ru. Вот, для меня, когда тоже вопрос, может быть, такой стоял, сейчас я чуть лучше понимаю, как эти компании работают, и что они на самом деле не так уж сильно отличаются. Вообще эта работа не так сильно отличается даже от того, что делаем мы. Вот, но это был тоже очень крутой, крутая инвестиция компании Unilever в меня, которая помогла мне стать более уверенным лидером, наверное, и лучше понимать как раз, быть готовым к той трансформации, вот в тот диджитал мир, который мы сейчас все наблюдаем. Вот, и сразу же после этого меня пригласили заниматься категорией мороженого. Категория мороженого самая большая и, наверное, самая счастливая, которая у нас есть. Невозможно улыбаться, когда думаешь о мороженом, о пломбире. Вот, и меня пригласили заниматься самым крупным нашим брендом, который называется «Золотой стандарт», пломбирный бренд. И это был такой тоже челлендж, который я сам для себя хотел, потому что мне было вполне себе комфортно и уверенно в рамках Акса, потому что это моя аудитория, которую я очень понимаю, переориентироваться на совсем другую аудиторию, да, и понять, и попробовать сделать что-то крутое для них. Это был такой вызов. И плюс меня сделали таким руководителем со стороны маркетинга направления фудтеха, да. Мы продаем сейчас мороженое. Это один из фокусных каналов для нас через доставки еды, через такие сервисы, как Яндекс.Лавка, кухня на районе. Вы там можете нас видеть. Вот, и когда я очень вас хотел попросить, наверное, или вдохновить, закажите себе сегодня мороженого, если у вас есть возможность. Это правда сделает ваш вечер, скорее всего, чуть-чуть счастливее, да, такая маленькая радость, которая сделает его лучше. И будете знать, что я чуть-чуть к этому даже причастен. Вот, и чуть больше года, год с небольшим, я сейчас занимаюсь этим, тоже огромным проектом, одним из самых крупных проектов по перезапуску нашего крупнейшего бренда. В следующем году вы уже увидите другой золотой стандарт, мы сделали новый вкус, точнее, другой вкус, да, наш пломбир стал намного вкуснее, мы сделали новую упаковку, новую концепцию, в общем, перепридумали все заново, и это тоже огромный вызов на самом деле, да, потому что такой вот корабль не так легко развернуть. Но надеюсь, у нас получится, и мы увидим это на рыночных данных. Вот, это такая вот у меня история, я надеюсь, вы не заскучали, и вам было интересно, и я очень открыт к любым вопросам, постараюсь на них тоже ответить вместе с коллегами максимально открыто и честно. Саша, спасибо тебе большое, офигенно интересная история. Чудеса просто. Коллеги, второе всего, я думаю, что мы очень много запускаем различных проектов вместе с различными университетами, такие как гостевые лекции или целые, я не знаю, курсы, и вот Александр у нас, я очень надеюсь, что в следующем году, мы сейчас общаемся с руководством ВШБ, будет читать у вас либо какие-то отдельные лекции, либо целую териум. Я мечтаю, я мечтаю. Победите его в качестве своего преподавателя. Слушайте, как он прекрасно доносит свои мысли. Коллеги, я сейчас немножечко суммирую о том, что рассказали ребята, как какой-то опыт, расскажу еще немножечко о программе, потому что я вижу схожие вопросы. Давайте я расскажу про ротации, про которую ребята упоминали. Когда вы приходите выбирать свою домашнюю функцию, домашняя функция – это любая функция, в которую вы пришли, непосредственно выбрали и пришли ее. То есть ребята выбрали маркетинг. У нас есть HR направление, у нас есть supply chain направление, у нас есть IT, у нас есть research and development, у нас есть финансы. Вы выбрали свою домашнюю функцию, и затем вместе со своим ментором вы разрабатываете индивидуальный план развития, который учитывает ту позицию, на которую вас будет готовить компания, где мы видим вас в конце вот этого пути, там, двух-трех лет. Ваши личные предпочтения, потому что у кого-то есть какое-то образование, которое он хотел бы развивать или раскрывать обочине. Есть какие-то личные интересы, есть какие-то тренды сейчас на рынке, которые хотелось бы, наверное, использовать в своем карьерном пути. И поэтому для вас эти ротации разрабатываются индивидуально. Видите, вот индивидуальный какой-то путь есть у Леры и у Саши, они отличаются, то есть у Леры не было ротации в HR, у Саши была ротация, он объяснил, да, почему, потому что employer-бренд в HR-отделе, это такой маркетинг в HR-отделе, то есть это все равно профильная маркетинговая какая-то активность, но, видите, немножко с таким HR-спецификой. И Сашу туда отправили, потому что Саша действительно выиграл чемпионат, и ему было полезно не только поучаствовать, но и с этой стороны тоже посмотреть, да, как это работает. Лера, в свою очередь, как она говорила, мы ее привлекли как лидера огромного проекта, нашей онлайн-конференции. В прошлом году другой наш тренни уже офлайн проводил, да, еще офлайн проводил этот тренн. Вот, в общем, ротации бывают разные, сначала разные отделы. Я напомню вам, что наши тренни – это наши будущие вице-президенты, то есть Саша и Лера – это наши будущие вице-президенты по маркетингу. И это люди, которые должны понимать бизнес на всех его уровнях. Поэтому первая ротация – всегда продажи. Нужно знать не только видеть бизнес, да, они стратегические, нужно знать, как мороженое должно лежать в холодильнике, как баночки с кремом должны стоять на полке. То есть вы должны понимать бизнес на абсолютно любых уровнях, в абсолютно других разрезах. То есть и как работают разные отделы, и как работает непосредственно ваша функция в различных разрезах, например. Поэтому ребята, когда они проходят ротации не только в другие отделы, но еще внутри, например, отдела маркетинга, они проходят, как вы услышали с Сашиной историей, различные категории – поработать и в чае, поработать в фудах, поработать в мороженом, поработать в дезодорантах, поработать в диджитал-маркетинг, в корк-маркетинге, запускать новинки на рынок, локализовывать какие-то глобальные запуски. То есть абсолютно разный разрез для того, чтобы к концу окончания программы вы были специалистами просто высочайшего уровня. Да, с очень глубоким пониманием бизнес-процесса. Я думаю, что я, наверное, со мной рассказала о программе. Давайте мы начнем отвечать на вопросы. И если вы не против, я буду модерировать, и озвучивать его, и передавать кому-то из коллег. Или сама на меня буду отвечать. Вопрос обо мне. Начнем сначала. Так, про ёлочку. Валерия, с какими трудностями вы столкнулись на старте? И такой же вопрос к Александру. Так, ну давайте я начну, наверное, с самой сложной. Когда ты приходишь в компанию, в принципе, никто не смотрит на твое резюме, смотрит на то, как ты показываешь себя в рамках ассессмента. И на самом деле это очень крутой поинт, но для меня это вылилось в такой небольшой синдром самозванца, потому что я закончила факультет экономики, я себя ощущала как такой экономист, и я пришла в маркетинг. Я пришла не просто в какой-то маленький маркетинг, а в крупную компанию, где у людей опыт 20 лет, где люди там подолгу сидят, не сидят, а точнее развиваются, в рамках каждого из направлений. И, ну, честно говоря, первое время было сложно переключиться с мыслью, то, что какие все вокруг классные дядечки и котечки, такие вещи вещают, я сейчас приду и какой-то детский лепет буду говорить. Вот именно переключиться на состояние, когда ты чувствуешь себя таким же специалистом и не боишься выражать свою точку зрения. Потому что на самом деле эти большие дядечки и тётечки, они очень ждут, что вы будете челленджить этот статус-кво и давать своё свежее видение, потому что они в компании давно. Всё равно какая-то не то что зашоренность, но профессиональная деформация так или иначе присутствует. А вы такой молодняк. Как раз-таки самое время активно высказывать свою позицию. И вот как только я этот блок в своей голове поменяла, мне стало намного легче, я стала получать намного больше удовольствия даже от работы. Вот. Это, наверное, такое самое основное для меня было. Саш, что для тебя было самым сложным в начале? Если честно, у меня... Я когда пришёл только в Юнилевер, я сошёл с ума, я вам честно скажу. Я не знал, как разговаривать на «ты» или на «вы». Я не знал, как просто написать письмо, если честно, человеку, как там представиться, как закончить письмо. То есть на самом деле в этот момент у вас возникает куча вопросов в голове. Ну, по крайней мере, у меня так было. И понятно, что этот процесс происходит достаточно быстро. Но первые несколько дней я был в таком, честно скажу, жутком стрессе. Потом, мне кажется, что самый такой поворотный момент и важный момент, и такая трудность – это была в том, чтобы говорить «я не знаю». И чаще всего сейчас я слышу от нашей лидерской команды, которые там топ-менеджмент, которые должны говорить, по идее, я знаю все ответы на все вопросы. Нет, никто не должен знать все ответы на все вопросы. И вот это говорить «я не знаю, но я сейчас пойду и узнаю» или «давайте сейчас соберемся и сделаем это как-то» это на самом деле вот то отношение, тот, хотел сказать на английском, attitude, вот к работе, которую на самом деле вы должны демонстрировать. Не стыдно не знать. Стыдно не узнавать, не копать, не развивать эту тему. То есть стыдно находиться, как Лера сказала, в этом статус-кво. Поэтому для меня было, когда ты приходишь, только тебя вроде наняли на какую-то неплохую зарплату и прийти куда-то и сказать «я не знаю» было очень стыдно, сложно. Я говорил «да-да-да, сейчас я к вам вернусь буквально секунду» и просто находился в дичайшем стрессе. Вот, сейчас я практически наполовину вопросов говорю «я не знаю, дайте мне там два дня и все получится, мы вместе с командой все преодолеем». Вот, поэтому это, наверное, такое на старте для меня был большой челлендж, чтобы как раз, знаете, открыться, быть достаточно искренним и честно вести себя в рамках работы и честно признаваться себе, что что-то я не знаю, что-то могу где-то ошибиться. И мне кажется, как раз мне в какой-то момент это сказали, что у UFLP, чем прекрасна эта программа, за что я ее лично люблю, это за право, за такую лицензию совершать ошибки. Потому что, как Лера правильно сказала, да, от вас ждут какой-то динамики и свежей волны. И если вы не ошибаетесь, значит, вы делаете что-то не так. Да, никто, нет ни одного человека в мире, который вот много чего делает и никогда не ошибается. У вас должен быть какой-то момент проблем, должен быть какой-то момент ваших побед, должен быть момент ваших поражений. Из поражений вы на самом деле учитесь намного большему, чем из побед. Поэтому вот к этому надо быть готовым, к этому надо быть открытым. И вот такое вот отношение к positive failure, про который вы тоже слышали, да, культ того, что мы действительно можем совершать ошибки, но мы должны на них учиться. Это вот тоже к этому надо привыкнуть, и к этому нужно прийти в какой-то момент. И вот вначале с этим было, конечно же, очень сложно. Саша, тебе вопрос тоже. Как тебе удавалось доказывать свою точку зрения в таком взрослом коллективе, когда тебе было всего 23? Ну, вы знаете, история заключается в том, что 23 как бы это встречают по одежке, провожают по уму, это абсолютно правда. А если ты, когда приходишь на первую встречу, я помню, у меня было встреческие аккаунты, которые, по-моему, отвечают за x5, в общем, это очень такие серьезные люди в нашей компании, они начали надо мной так прям потрунивать немножко, что да мы еще продавали, когда ты в школу ходил. Вот, это было немножечко так некомфортно, правда, это было челленджево, я смущался какое-то время. Но на самом деле первая реакция это проходит, и все смотрят на те действия, на те поступки, и те как бы мысли, которые вы на самом деле артикулируете. И спустя какое-то время, когда ты показываешь свою ценность, когда ты показываешь свою пользу, уже никто не относится к тебе, как к Саше, которому 23 года. Да, к тебе относится, как к Саше, который помог мне сделать там в x5 что-то важное и хорошее. И это на самом деле намного важнее. Поэтому не стесняйтесь, просто нужно к этому сказать «да» и относиться к этому, наоборот, как к чему-то позитивному, да, нет в этом ничего плохого и зазорного. и доказывать каждый день просто, что именно ваши мысли, ваши действия, они имеют право на жизнь. Поверьте, если вас назначают на эту позицию, скорее всего, вас назначили тоже совершенно неглупые люди. Они знают, что вы можете, они знают, что вы верите, и это челлендж, с которым вы просто должны справиться. И правда, спустя время уже никто так не относится, все относятся к вам как к полноценному члену команды, ничуть не хуже, ничуть не лучше, просто к другому, да, если вы добавляете какой-то value в дискуссию. Вот и все. Класс. Саша, спасибо. Я хочу напомнить, ребят, что у нас есть абсолютно разные пути. Я говорила об этом вначале, теперь просто после рассказа ребят, перейти понять мне, о чем я хотела бы сказать. Просто есть разные пути входа в программу. Вы можете, например, как Лера, просто подать заявку, прийти и пройти все этапы отбора. Вы можете так, Саша, поучаствовать в наших мероприятиях. У нас есть, например, чемпионат для ребят, которые хотят попасть в отдел supply chain. Это чейн-реэкшн. Каждую весну, в апреле, в мае мы проводим, сначала это был кейс-чемпионат, каждый год мы стараемся менять формат. Сначала это был кейс-чемпионат, в прошлом году это был хакатон, в этом году это была удаленная работа над кейсами, по другим направлениям. Это аналитика и инженерия. Поэтому, например, победители этого ивента, они получали паст-трек на направлении соплачения в УФЛП. И просто минули все этапы отбора и попадали сразу на собеседование на этот экзасный центр с вице-президентом, потому что вице-президенты направления это как раз те люди, которые финально утверждают вашу кандидатуру. То есть вице-президент по маркетингу лично ствердил, Лерий Макканзи, ствердил лично ствердил, саженную кандидатуру когда-то в какой-то момент времени. Есть, например, такая возможность, как сейчас у нас проходит зимнолетняя стажировка. Помните, я вначале говорила вам о трехмесячной стажировке. Если вы успешно проходите стажировку, то менеджер может дать вам паст-трек в результате вашей стажировки, и вы можете воспользоваться паст-треком и тоже миновать все этапы отбора, если вас попасть на 80-е. Потому что менеджер узнает о всех ваших возможностях и может рекомендовать вас, мы этой рекомендации доверяем. Так, у нас есть еще вопросы. Подключать сервис студентов к проектной работе. Да, мы подключаем студентов к проектной работе. Представители вузов присылают мне все проекты, на которые работают ребята. Я отправляю всем моим коллегам, которые заинтересованы в работе с студентами. Когда-то, несколько лет назад, у нас работа складывалась таким образом, что у нас была, знаете, разнарядка такая. То есть нам нужно, чтобы у нас там три человека из маркетинга что-то читали, три человека из уплачения что-то читали. И я понимаю, что этот подход был мне очень эффективным, потому что когда ты просишь или навязываешь, или говоришь о том, что вот нам нужно ходить, или нам нужно рассказывать ребятам о том, как бизнес вообще, чем сейчас живет бизнес, и складывать в образование, да, будущих, скорее всего, наших коллег, то это как бы было навязано и было не совсем эффективно. Мы пришли другим путем. То есть я, например, просто теперь написала на всю компанию письмо, там, что, ребята, вот у нас есть такие вузы, в которых мы ходим, с ребятами, с которыми мы общаемся, не хотите ли вы поучаствовать? И ко мне возвращаются коллеги и говорят, я готов вот на такое количество времени, или я готов рассказать на такую тематику. У меня собрался большой достаточно пул моих коллег, которым очень интересно этим заниматься, да, это немножко другой уровень мотивации. И кто-то читает одну лекцию, кто-то готов вот одну лекцию подъедить, кто-то готов взять на себя проект, кто-то готов целый курс подчитать. У нас, например, в вышке мы читаем два коллеги, двое коллег наших, это Оля Егорова и Денис Кушкин, они читали курс, Оля читала курс, а Денис курировал проект. То есть, видите, у нас по-разному абсолютно подключается, тут нам нужно просто пообщаться с университетом, либо с представителями факультета, и мы могли бы найти какую-то там, какую-то форму взаимодействия, которая была бы для нас полезной, потому что мы не воспринимаем вот это взаимодействие как какую-то обязаловку или какую-то вот, ну вот, то есть мы дадим вам проект, вы в этом что-то напишите, мы оценку опоздаем, мы на этом закончим. То есть всегда наши коллеги дают актуальные задачи. То есть если вы, например, Саша будет вести у вас проект, например, или Лера, да, то они дадут проект, на котором работают сейчас, дадут вам актуальные задачи, на которые вы будете думать по-настоящему. То есть мы подписываем НДА и даем вам настоящие цифры, чтобы это была невыдуманная какая-то придуманная история, которая как-то никому не нужна, упражнение такое, да, а действительно работают актуальные задачи. К тому же это для вас очередная возможность показать себя, проявить себя, я не знаю, попасть в тяжеловку, потому что с этого начинается зачастую коллеги. Так, коллеги, я вижу, что у вас закончились вопросы, есть ли еще они, может быть, у кого-то они есть. Спасибо. Меня просто выбросило. Марьяна, я думаю, что мы заканчиваем, да, если у нас нет вопросов? Или они у нас еще где-то есть? Ну, мне кажется, что на все вопросы вы ответили. Ольга, мы тогда еще раз потом уже по почте вернемся к теме проектов. Они актуальны для ВШБ, но это мы уже отдельно тогда решим. Я хотела поблагодарить вас за очень интересную встречу. Она была живая, откровенная. Я уверена, что все участники для себя вынесли много полезного. Не прощаюсь. Я думаю, еще встретимся на других мероприятиях. Большое вам спасибо. Остаемся на связи. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Продолжение следует... Пока. Спасибо.